Всем привет, друзья! Это Точка Подкаст, я Нина Приходько. Если честно, в последнее время все сложнее добраться до микрофона, потому что им активно пользуются резиденты точки кипения. Это делать можете и вы бесплатно совершенно. Приходите к нам, мы всегда рады, расскажем, покажем, как это все происходит, поможем записать ваши промо-материалы. Но есть, конечно, небольшой побочный эффект. Все-таки мы сами теперь заранее записываемся сюда, и сегодня это сделали так же, тем более, что у нас федеральный сегодня эксперт, спикер Digital Forum, который сейчас проходит на площадке точки кипения, Макс Белоусов, у нас звездный маркетолог, в кейсах которого такие звезды, как Гандапас, Томми Робинс. Томми Робинс, Аяс, да. Аяша Буддинов, да, и многие-многие другие. Макс, я знаю, что у тебя есть своя формула успешного продвижения в современных цифровых условиях, и она не про цифры, она про смыслы. Вот расскажи о ней, коротенько, если можно. Ну, в силу того, что у меня родители актеры театра кино, у меня однажды папа в детстве сказал такую фразу, это мое кредо по жизни, он сказал, что если тебе нечего сказать, не иди на сцену. Да, вот я с 14 лет занимаюсь музыкой, по сути, я ради музыки пошел в маркетинг, да, потому что я до этого подрабатывал официантом, курьером, там, в ЦУМе, этим разносчиком одежды, да, там, этим консультантом. По профессии работал, я по образованию инженер-геофизик, я был физиком, два года работал, да, вот, в нефтянке, вот, и просто понял, что я не смогу так заниматься музыкой, то есть мне нужна свобода, мне нужны деньги, мне нужны связи, вот, и я ушел в маркетинг из этого, вот. Поэтому формула успеха в том, что будьте органичными, да, то есть вот в театре это называется органика, да, то есть когда вы, например, смотрите сериал какой-то или фильм, или, там, в театре смотрите постановку, да, какую-то, то сразу видно, какой актер вам приятен, да, потому что у него прет органика, то есть он является самим собой, то есть он органичен в своем проявлении, да, а есть, которые играют, то есть там, ну, пускают пыль в глаза, там, не знаю, как-то вот пытаются что-то из себя выдавить, да, вот, соответственно, в эпоху блогерства и личного бренда это актуально как никогда, потому что сейчас не существует B2B, B2C, B2G, сейчас только human-to-human люди доверяют людям, вот, поэтому моя формула успеха это будьте людьми интересными и органичными, да, то есть если вы любите, не знаю, там, материться, материтесь, если вы любите, не знаю, там, про философию рассказывать, расскажите про философию, если вы ярый феминист, пожалуйста, там, как Митрошина, там, пускайте это в массы, потому что люди, людям интересны люди, и люди покупают у людей, вот у меня такая формула. И это касается компаний, брендов и так далее? Конечно, конечно, ну, взять Тинькова, пожалуйста, как бы, почему мы покупаем продукцию Тинькова, почему мы пользуемся Тиньков банком, потому что у нас прямая ассоциация с личностью, Илон Маск, Стив Джобс, да, там, Билл Гейтс, куча примеров, потому что за любой компанией стоит сильная личность, да, интересно, если такой личности нет, придумайте себе персонажа, я не знаю, придумайте историю, философию, идею бренда, да, то есть это все важно людям, потому что есть надбавочная ценность. Я вот сегодня на конференции рассказывал, что сейчас людям уже не настолько важно наличие товара, цена и предложение, сколько эмоций, которые они получают от товара, и доверяют ли они этому товару, да, там, продукту, либо услуге, либо человеку, вот. А проще всего вызвать доверие к личности, а не к компании. А вот про то, что вы сейчас говорите, это уровень потребительской культуры в Россию наконец-таки пришел, он стал выше, лучше, конечно. Да, потому что у нас сейчас, ну, я наблюдаю это уже не один год, что, ну, вот, у меня маркетологи поймут, которые смотрят интервью, что когда ты приходишь к клиенту, он не понимает, что такое маркетинг, для него это волшебная палочка, для него это какое-то вот магическое какое-то действие, которое должно привлечь ему кучу лидов, заявок и прибыли. Но ведь это все не магия, это конкретные действия, но просто ценности вот этих действий, итераций у наших замечательных предпринимателей, к сожалению, в России нету, да, то есть нету культуры маркетинга и нету ценности маркетинга, да, то есть именно поэтому у нас демпинг цен, там ребята за 5000 рублей делают сайты на тильде, там настраивают рекламу, потому что пока что у нас вот так. Запрос такой идет, сделаете дешево и хорошо. Цена, то есть мы в уровне конкуренции цена, и только сейчас мы подходим к тому, что клиенты, предприниматели готовы доплатить деньги за нормальный сервис, за коммуникацию профессиональную и за профессионализм, потому что обилие специалистов, которые могут сделать дешево, ну, хреново, а нужно нормально и с правильно выстроенной коммуникацией, хотя бы с наличием ИПО, договором и так далее, то есть вот мы к этому сейчас приходим только. Про тренды. Сегодня масса людей, которые там связаны с бизнесом и не связаны с бизнесом, пришли все-таки на диджитал форум узнать, прикоснуться к трендам. Про трушность ты уже сказал, да, про органику и так далее, еще может быть что-то? Сейчас обилие информации, сейчас большое количество каналов, которые бомбят нас разными инфоповодами, там и СМИ, и политика, и здоровье, там и телеканалы, и куча всего в интернете. И люди, у людей расфокусированность, это проблема нашего общества, именно поэтому люди любят ТикТок. Почему? Потому что это залипалка. То есть как бы ты зашел, и ты тратишь свое время, просто вот листая дурацкие видео, я называю это поп-хорн-контент, да, когда ты просто вот сидишь, ешь, как бы потребляешь, особо не запариваешься. И вот в таком инфошуме нужно уметь выделяться, то есть нужно не только быть органичным, но и запоминающимся, да, то есть как бы нужно быть на грани немножко, да, то есть вот поднимать темы, которые на грани, да, чтобы тебя запоминали, чтобы у людей вызывалась эмоция от тебя. Да, можно скучно прочитать лекцию, да, выйти, а можно как бы немножко где-то как-то вот... Заострить. Заострить, да, как бы. И люди запоминают все, и люди будут помнить тебя, даже если они с тобой не согласны, это все равно эмоция. Вот Моргенштерн, пожалуйста, идеальный пример. Его хейтят, его ненавидят, и, пожалуйста, нам и СРМ десятки тысяч человек его слушают в итоге, бизнесмены даже, да. То есть что мы здесь имеем? Что, как Сергей Шнуров сказал, в России любят всякое говно, да, к сожалению. И черный пиар в России очень хорошо работает, да. Это тоже эмоция. И почему это работает, почему это нормально, почему это хорошо? Потому что 90% людей, они не на Бали живут, да, там, попивая коктейльчик, они ходят на работу, кто-то на завод, у них там смены 12-часовые, им нужно расслабиться, то есть им не хочется напрягаться. И когда вы приходите домой, и вам суют сложный, непонятный, неупакованный, тяжелый контент, естественно, никто не хочет его смотреть, потому что люди приходят в интернет расслабиться, получить какие-то эмоции, да, которые они недополучают в жизни. Например, почему там смотрят сериалы на Netflix или еще какие-то? Потому что в жизни, в семье у них нет вот этих вот эмоций, которые они получают от сериала. То есть мы потребители эмоций сейчас, да, и нужно это понимать и давать эти эмоции своим потребителям за счет контента, услуги, продукта и так далее. Вот, вот он тренд сейчас. И все-таки по поводу хайпа, да, насколько он сейчас уместен, если мы говорим о бизнесе, и вообще, может быть, какие-то кейсы, которые ты мог обозначить как успешные, да, ребята вот классно сделали, это так можно. Да куча кейсов, блин, вы сами о них знаете, там, долго можно перечислять, просто тут важный момент, что, опять же, большинство клиентов находятся в сцене неосознанности, да, то есть мы все делаем на автомате, то есть мы на автомате одеваемся, едим, едем на работу, работаем, общаемся с женой, все на автомате. Экономим энергию, которая есть. Да, да, это как фильм «Матрица», то есть нас подключили к какому-то каналу, да, все, и у нас как будто бы вот мы биологическая машина, которая просто, как это, ну, живет, да, то есть получая какую-то информацию, какие-то там действия делать, да, вот мы машины, мы биомашины, да, вот, и нам не хватает живых эмоций, нам не хватает каких-то челленджей, каких-то там вот чего-то, да, почему люди выходят на улицу, да, там, за одного товарища голосуют, да, которые сейчас там в местах не столь отдаленных, потому что он эмоции людям дал, он дал людям смысл жизни, он дал людям за что бороться, да, это, по сути, по Геббельсу, да, я вот сегодня рассказал про Йозефа Геббельса, да, то, что людям нужно за что-то умирать, за что-то, ну, как бы куда-то идти, за что-то бороться. Я не поддерживаю этого товарища, и я не против этого товарища, просто это психология поведения человека, что людям нужен кто-то наверху, да, там, который классный, лидер, да, там, мотивирует и вызывает определенные эмоции, смыслы, да, передает людям, ради чего жить, ради чего бороться, ради чего там это. То же самое Моргенштерн, то же самое там и там другие, да, там, по поводу хайпа, пожалуйста. Ну, он, взять Тинькова, да у него хайп на хайпе просто. И люди покупают, почему? Потому что первая задача маркетика – это привлечение внимания, потом вовлечение и возврат. Он привлекает внимание. Да, это может быть сделано там и хайпом, и отрицательные эмоции, но люди привлеклись. Дальше они знакомятся с продуктом, а продукта хороший, и все, и становятся клиентами. Какая разница, как ты привлек себе внимание? Если у тебя продукт классный, как бы, пожалуйста, привлекай внимание дальше. А клиент как изменился? Я знаю, что у тебя был непростой 2020 год. Что ты заметил в клиенте? Что произошло с потребительской той же культурой? Ну, я для себя понял, что, ну, как бы, ну, если мы говорим про маркетинг, ну, это чисто вот мое, как бы, субъективное мнение, ну, вот, можете с ним согласиться, можете нет, но есть два типа профессионалов, ну, специалистов в маркетинге. Первый – это таджики, да, это люди, которые за гроши делают. Ремесленники. Ремесленники, да, ну, таджики на стройке, да, вот, можно со стройкой это сравнить. Это, естественно, приезжают, за копейки работают, делают сайты, таргетинг настраивают, да, там, в автоворонке и так далее. Я тоже таким был пять лет и работал, как бы, это очень тяжело перед моей жизнью был. Второе – это мозги, которые контролируют стройку, да, вот, и именно, когда я начал в стратегический маркетинг уходить, то у меня и чек поднялся, и клиенты лучше, как бы, и, в принципе, жизнь лучше стала, да, потому что мозгов не хватает на рынке. Сейчас много людей, которые, там, закончили курсы какого-нибудь там скиллбокса, где я тоже спикер, кстати, да, там, и, окей, она умеет настраивать рекламу, а дальше-то что? Она не знает, как продавать, она не знает, как коммунистировать с клиентами, она не знает, как себя самопрезентовать, она не умеет личный бренд выстраивать, она ничего не умеет. Она просто умеет таргет настраивать. А таких, как она, большое количество. Так же, как 10 лет назад юристов-экономистов было море. Потом в итоге рынок почистился, и остались реальные профессионалы своего дела. Поэтому я сторонник за глубинное понимание маркетинга, то есть копать. Именно поэтому я рассказываю про психологию поведения, про, там, нейромаркетинг, про, там, работу мозга, там, про вот это все, про социум, про социальный инжиниринг, про пиар. Вот что важно, да, то есть мыслите глобально и подходите к вопросу глубинно. Но все равно, я думаю, большинство будет ремесленниками, а... Это нормальный этап развития, я тоже был ремесленником. Это просто этап развития, просто нужно в какой-то момент понять, что все, я перестал быть ремесленником, у меня есть опыт, я хочу дальше по лестнице двигаться, то есть стать прорабом стройки, потом инвестором стройки, потом, не знаю, еще каким-то там в роли кого-то, стать продюсером, там, знаете, экспертом. Это нормальное развитие человека, да, как бы, ну, специалиста. А у нас 90% все застряли в ремесленничестве. И то говорят, давай мне там, расскажи про фишки, расскажи мне, как там автоворонку сделать, как TikTok мне там продвинуть, как мне прогрев сделать, там, как мне там Clubhouse. Вот я и хочу понять, как эту модель опустить на предпринимателей, о чем ты все говоришь, да? Как им, предпринимателям, из ремесленников подняться до творцов? Уровень осознанности повышает свой, потому что надо... Свой и клиентов? Да, свой и клиентов, да, потому что, по сути, бизнес – это продолжение человека, это продолжение основателя, да, то есть какой вы такой бизнес. Соответственно, если вы только про бабки, то и продукт у вас такой же будет, и клиенты у вас будут такие же. Вы привлекаете то, чем вы сами являетесь, вот. Поэтому если вы суперосознанный, классный, там, начитанный, там, целеустремленный, амбициозный, и вы разделяете правильные жизненные принципы, да, там, цели, там, семейности, да, там, здоровья еще чего-то, то и клиенты к вам такие же придут, осознанные. Либо ваша задача – повышать уровень осознанности людей вокруг вас, чтобы они становились вашими клиентами. То есть миссию продумать, ради чего вы бизнесом-то занимаетесь. Там, не только ради денег же. То есть, ну, нужна какая-то идея, да, то есть, как папа мне говорил, опять же, повторюсь, не иди на сцену, если тебе нечего сказать. Соответственно, если вы занимаетесь бизнесом, а зачем вам бизнес? Бизнес – это возможность коммуницировать с внешним миром, то есть взаимодействие с людьми. А чему вы хотите людей научить с помощью вашего продукта-услуги? Что вы хотите им передать? Какой смысл, идею какую, да? Какие ценности, да, какие принципы жизненные? Как этот продукт и услуга повлияет на мир в целом? Улучшит ли это государство, там, страну, там, не знаю, там, мир поменяет как-то? Ради чего? Если просто бабки, то вы просто этот, ну, на рынке торговец овощами. Только вместо овощей у вас там что-то. Блин, ну, здорово, конечно, все это говоришь, красиво, и все-таки хочется каких-то практических инструментов, даже вот в части того, а на каких площадках размещаться все-таки, заходить куда, где общаться с клиентом. Понятно, что это индивидуальные вещи, но, тем не менее, есть какие-то общие черты? Ну, ответ очень простой, нужно проанализировать, называется «Проживи день клиента». То есть, пойми, просто, да, да, то есть, я тоже про это все не рассказывал, то есть, проживи день клиента, пойми, в каких социальностях он сидит, там, как он добирается до работы, да, в какие рестораны он ходит, вот они все точки касания. И просто выбери эти точки касания, в которых ты можешь прокоммуницировать с своим клиентом, это не только онлайн, это может быть оффлайн, это может быть билборды, раздатки, не знаю, маршрутка, пожалуйста, метро. И там донеси ему свои смыслы, повышая его уровень осознанности, чтобы он понял ценности решения проблемы именно у тебя, а не у конкурента. Вот смысл чего. Хорошо, Макс, ну спасибо большое. Я хотела последний вопрос напоследок задать. Сам ведешь свой Инстаграм? Да, только так. Это неспроста как бы спросила, потому что в описании к этому подкасту мы обязательно укажем аккаунт Макса в Инстаграм. Поэтому пишите, он обещал отвечать всем. Я уже к тебе, кстати, написала по поводу твоей презентации сегодня. А я всем скину сейчас, да. Спасибо большое. Там просто 200 запросов уже. Уже 200. Вот как раз хотела спросить. Спасибо еще раз большое. Спасибо. Всегда рад тебя видеть в нашем городе и у нас в точке. Спасибо.